Джон Пайпер «Страсти Христовы» глава 38 Христу надлежало пострадать и умереть, чтобы приобрести верных последователей, готовых нести свой крест до конца. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Луки, глава 9, стих 23 «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38 Христос умер, чтобы найти себе товарищей, с которыми Он мог бы разделить свой Голгофский путь. Голгофой называется Невысокая гора, на которой наш Господь был распят. Он знал, что Его жизненный путь завершится именно там. Более того, Он восхотел идти туда. Ничто не могло препятствовать Его миссии умереть. Он знал, где и когда это произойдет. Когда по пути в Иерусалим Иисуса предупредили о том, что Он находится в опасности, потому что царь Ирод пытается схватить Его, Он не остановился. Христос отверг саму возможность того, что Ирод сможет помешать Божьему плану. В Евангелии от Луки, глава 13, стих 32, сказано «И сказал им, пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу». Все шло по плану. И когда, наконец, Его арестовали в ночь перед распятием, Он сказал «Сие же все было, да сбудутся писания пророков». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 56. Образно говоря, Голгофский путь – это место встречи с Иисусом. Он уже прошел этот путь, Он умер, воскрес и теперь правит на небесах. Он придет на землю вновь. Однако сегодня Христос встречает каждого приходящего к Нему на Голгофском пути, на пути ко Кресту. И всякий раз Он говорит «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми Крест свой и следуй за Мною». Евангелие от Луки, глава 9, стих 23. Когда Христос шел на Крест, Он знал, что призовет многих верующих следовать за Ним той же дорогой. Христос не собирается умирать снова, но мы должны умереть. Когда Он призывает нас взять Свой Крест, Он говорит прямо «Приди и умри». Крест был местом ужасной казни. Во времена Иисуса носить Крест в качестве украшения на шее было совершенно неестественно, так же, как сегодня нацепить на себя миниатюрный электрический стул или веревку для линчевания. Слова Иисуса, должно быть, приводили людей в ужас. «И кто не берет Креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 38. Также и сегодня эти слова отрезвляют. По меньшей мере, они значат, что когда я следую за Иисусом, как за Своим Спасителем и Господом, моя старая натура должна быть распята. Я должен каждый день считать себя мертвым для греха и живым для Бога. Это и есть путь жизни. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим. Послание к римлянам, глава 6, стих 11. Однако пройти со Христом путь на Голгофу значит нечто большее. Иисус умер, чтобы мы несли в мир Его поругание. Иисус пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, внося его поругание. Послание к Евреям, глава 13, стихи 12 и 13. Здесь говорится не только о позоре. Если будет нужно, мы должны быть готовы встретить мученическую смерть. Некоторые, описанные в Библии последователи Христа, известны именно этим. В книге Откровения, глава 12, стих 11, сказано, «Они победили сатану кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти». Итак, Агнец Божий пролил свою кровь, чтобы мы смогли победить дьявола, как доверяя его крови, так и проливая свою. Иисус призывает нас вступить на Голгофский путь. Наша жизнь будет нелегкой, но славной. Придите! Продолжение следует...